Господа, уже давно ни для кого не секрет, что если вы хотите узнать, сколько стоит тачка, просто походить по дилерам, это может даже не помочь. Вам нужно вылавливать акции и понять, за сколько же вашу любимую крошку можно все-таки отхватить. И в этом моменте всегда поможет портал автоспот.ру. Это сервис подбора новых автомобилей от официальных дилеров. И находясь в любой точке мира, например, как мы сейчас далеко от дома, вы можете оперативно узнать, какой же все-таки нижний порог на ту или иную модель. В любой момент вам доступно более 30 тысяч новых автомобилей для выбора с максимальной выгодой, как сейчас показывает сайт, до 4 миллионов 800 тысяч рублей, благодаря автоспот.ру. А еще автоспот.ру есть собственный канал на ютубе, где его бессменные ведущие Настя и Дима открыли новый сезон сравнительных тест-драйвов. Так что если вы сомневаетесь в выборе того или иного автомобиля, вы можете посмотреть их видео. Ссылочки на автоспот.ру и канал на ютубе я оставлю в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Что ж, господа, у нас сегодня с вами та самая поучительная история, в которой мы оказываемся на развилке и сделаем, безусловно, правильный выбор. Дело в том, что автомобиль прошел более 3,5 тысяч километров под моими друзьями, знакомыми, ездил каждый день, под разными людьми, сжирал тонны топлива, у него на постоянку наконец-то загорелся чек, при этом машина начала иногда валить, в ней просыпается ее родная мощность. Никто ее не диагностировал, ничего больше с ней не сделал, но не повезло, как это бывает часто моему отмену. Ехал он себе ехал, и машина что-то бах и заглохла. В итоге после длительных диагностик выяснилось, что в принципе ничего сложного-то не произошло, просто кончилась зарядка аккумулятора. То есть видимо или в генераторе кончились щетки или проще, и если так ездить долго, то есть там на аккумулятор приходит что-то порядка 12 вольт ровно. То есть она ездит, иногда ее это запаривает, загорается лампа зарядки и естественно начинает глохнуть, отваливается коробка, отваливаются блоки, просто уже по питанию идут ошибки. В общем нужно что-то делать. И мы поняли, что это тотал. Ну таких денег у нас нет, починить это, ну сами понимаете, невозможно починить такую машину все. То есть ее нужно или сейчас лампочку зарядки аккумулятора запараллелить с лампочкой давления масла, чтобы не при заводке одновременно гасли и продать ее быстро какому-нибудь потерпевшему. Ну или в принципе ее продавать, или пойти по альтернативному пути, который мы уже с вами обсуждали. Это взять и распилить ее. Я честно говоря сильно предвижу ваш бомбеж, что я зажрался и что типа распили свою синяя корыто. Это все понятно. Надо будет, распилю, не переживайте, свое синяя корыто. Вообще не проблема. Если будет надо. Данная тачка пилится, честно говоря, и для меня немножечко тяжеловато, потому что она очень приятная, она очень корректная, она очень красивая. И вот сейчас, вот каждый раз, когда на нее садишься, пусть я езжу на ней не так часто, где-то раз в неделю, и каждый раз так думаешь, блин, может оставить ее себе. Она вызывает дикий фурор. Ну как бы это Bentley. Это реально очень круто. И распиливать его сейчас, делать из нее какой-то проект, не знаю, вот это, ну это же понимаете, это же идеальная мечта. Это, собственно, соль понторезки. Взять тачку, самую дешевую на рынке, сделать ее и, находясь во всем этом, точно понимать, что ты полностью соответствуешь окружающему великолепию. Вот, да. Но мы это уже делали. Это уже было. И так делали уже все остальные. И в очередной раз пройти путь, что мы взяли машину, тем более, которая и внешне-то почти в идеале, понимаете. Если бы она еще была какая-нибудь там размотанная, мятая, гнилая, на упавшей пневме, мы бы тогда наблюдали некий процесс, как она вот поднимается из пепла, становится такой красавицей, как это было с ренжом, да. Здесь визуально уже ничего не изменится. Сделать Bentley еще более Bentley вряд ли получится. Тем более она уже на юбилейных рестайловых дисках и так далее. Это далеко не самый худший внешний вид и не самое худшее состояние салона. То есть чисто техника, которую особо никто не любит. Люди уходят от техники. Поэтому мы решили, мы решили идти в технику, мать ее, что же мы делаем не так. Сейчас я все объясню. Так, нам сейчас даже, чтобы показать, как все это выглядит, лучше сразу припарковаться, потому что есть шанс, что эта тачка не заведется. Поэтому если она сейчас в процессе наших видосов сейчас... Ну нет зарядки, сами понимаете, ей плохенько вообще страдает. Поэтому сначала запарковался, потом показываешь, в чем прикол. Естественно, поскольку у нас уже нет зарядки, успокойся, то у нас стекла. Это даже опускаться, а подниматься, смотри как. Вот, не, ну это еще ладно, сейчас. То есть стекла поднимаются, ну прям вот так им надо помогать. То есть печка у нас сейчас... О-о-о-о-о, это нужно уже на телефоне снимать, сейчас я покажу. То есть нам бы сейчас дохромать до дома. То есть вот, и сейчас мы включим печку. Включаем печку, еще раз пытаемся стекла поднять, опустить. И у нас начинаются сейчас уже проблемы с питанием блоков. Опа, видели, да? О-о-о, погасло, вообще погасло. Нигрена себе все, приборка погасла. Блин, мы сейчас выгребим хоть до дома-то. При этом зарядка аккумулятора еще не горит. Ну-ка, она заведется заново. Вот сейчас прямо интересно, да? То есть даже до места сервиса мы уже не доедем сами. Low battery, please start engine. Оу, fold running, GR work. Все, коробка в ошибке. Ну, зарядка погасла, конечно, но... Ну, в общем, вы поняли. Ну, это, ну, стопроцентный тотал. Все, у нас пока нет таких технологий, чтобы починить этот автомобиль. У нас есть другие технологии. Болгарочка. Оу, у нас, похоже, даже упала пневма. Пневма, кстати, теперь тоже не работает, естественно. Есть такой момент, что... Я каждый день, каждый раз, когда сажусь в эту тачку, думаю, надо купить себе Bentley. Вы не представляете. Вот это даже не было, очевидно, мне с первых буквально моментов владения этой машиной. Но сейчас, когда на ней ездишь, даже вот так выехал тут по дворам где-то навернуть и так далее. Я не знаю, откуда у нее столько харизмы. Это какой-то невероятный автомобиль. Просто им хочется сразу обладать. Ты такой довольный, что она у тебя есть. И сейчас ее как бы разобрать и больше ее не будет. И думаешь, блин, если бы не все вот это состояние, если бы не постоянные ремонты. Мы тут пытались еще раз примерно посчитать, сколько же на все это нужно денег. Это невероятно. Сейчас ее чинить, это минимум миллион с копейками. Самому ее чинить реально вообще никак не получится. Ни в каких гаражах. То есть это будет все равно дровище. Потому что у вас есть такая тема, как пневма, которую нужно чинить в заводских условиях. Там нужно запрессовывать эти баллоны, манжеты искать, другие и прочее. У вас есть куча электрики ваговской, датчики, которые только оригинал, которые стоят фиговую тучу денег и не подойдут от Гольфа, Пассата или чего-то и так далее. То есть вложение в нее будет непропорциональное тому, если бы просто могли сразу купить нормальную тачку. А на нормальную тачку 2015 года вам нужно минимум шесть. Короче, ты понимаешь, что шесть за Бентли. В которой я примерно сяду все то же самое, что я уже видел за полтора. И это уже психология начинает ломаться, что зачем мне платить шесть за то, что у меня было за полтора, только чтобы оно было исправно. Да вы охренели, четыре с половиной миллиона только за то, чтобы починить тачку. В жопу. Мы починим все дешевле. Мы починим все дешевле. И вот, к сожалению, наша проблема. Потому что многие писали в комментах, что надо ставить JZ. Я бы с удовольствием сюда поставил JZ. Потому что турбо, потому что взрывной характер, потому что потенциал для тюнинга. Есть проблема. Когда вы все подразумеваете V12. V12 здесь дабл V12. И получается, что у нас мотор, падло, начался здесь, а закончился уже здесь. И это даже нерядная шестерка. Это V12. Это по длине идентичный четырем цилиндрам. И, к сожалению, максимально по количеству цилиндров, которые мы можем установить здесь, если не дабл V12, то только V8. J сюда тупо не влезет. Или придется вот туда жестко запиливаться и хрен его знает, что вообще Дену с этим тогда предстоит. Это долго, дорого, больно, короче. Здесь некуда засунуть ладонь. Радики уже практически тут. Так что вариант с JZ, он безусловно хорош. Но для этого будет просто адовое количество болгарки и все остальное. Поэтому UZ. Значит, почему мы решили делать так? Потому что, во-первых, в моторе что-то цокает, генератор сломан. Чтобы поменять генератор, как это делается? В любом случае раскидывается морда, вытаскивается генератор, двигатель сам снимать не надо. Сливается, естественно, антифриз, радик. Соответственно, с ним сливается радик коробки, сливается радик, который за кондиционер. И после этого только вы получаете доступ с этой стороны к генератору. Дальше снимаете генератор и едите еще не ставите обратно. В общем, это занимает примерно три дня. Ну и по деньгам, я думаю, тысяч двадцать. То есть это в два раза дороже, чем стоит свап у Денчика. Поэтому мы делаем свап у Денчика. Ну, как и все с этой машиной. Да, и это мы еще не стали разбираться, почему горит чек, что с расходомерами, что за цок и не снизу и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому меняем, собственно, все в сборе и вообще не тужим. А вот же оно мое, да? Гениально. Гениально. Значит, стандартный 3UZ FE двигатель со стандартной же пятиступенчатой коробкой. Пока что в полном стоке. Ну, пока что. И, по сути, это не финал проекта. Зачем мы это? Ты делаешь ее для дрифта? Бентли для дрифта? Я не ожидал. Нет. Ну да. И мы заварим дифференциал. Вот это хорошо прямо. Вот прямо вот заварить родной оригинальный Бентли дифференциал, это святое. Это то, что надо. Это дорого. Это вам... Главное дуговой слабо. Да, главное жестче насрать туда просто, чтобы все заклинило. И все. Потому что это стиль. Мы будем дрифтить, но, как вы знаете, строя, значит, Бентли под дрифт, это просто промежуточная стадия проекта. Это не конечный этап. Даже и не рассчитывайте. По сути, мы сейчас строим настроечный стенд для этого мотора. Потому что даже этой мощности нам потом не хватит. Вот в чем проблема. Нам нужен был мотор сил на 500-600 минимум. У нас будет в запасе 400, поэтому я, кстати, не исключаю того, что потом еще ЛС сюда будем пихать. Или ЛС, или все-таки 3 УРФЕ. Потому что нам реально нужно 600 сил примерно. 500-600. Хотя 3 УРФЕ это говно, все равно там 370. Лучше ЛС, конечно. ЛС из капота еще чарджер. И вот это будет такой реально британско-американский русский Бентли. На данном этапе, понимаете, дело в чем? Что вы можете купить любой мотор, но УЗ стоит 80 тысяч. Ну, я не гарантирую, что вы сможете его за эти же деньги купить. Но удалось найти Дэну. Вот, за 80 мне. Так что это просто самый дешевый способ сейчас сделать так, чтобы он куда-то ехал. Да, кстати, в чем еще прикол? Зачем мы это делаем? Потому что эта машина всем классная. Она очень приятная, опять же, интелли, она вас обнимает, с ней трудно расставаться. Но в ней есть момент, когда вы хотите наваливать, она все делает настолько корректно, что наваливать его в целом скучно. Даже когда мы тестировали Бентли Сереги, которая едет там низкие 4 секунды, а иногда уже было 3 с хвостом, все равно это не те эмоции. Ведь вы знаете, что УАЗик, он разгоняется за 6, но вы при этом седой. Вам кажется, что вы разогнали за 0,6. Просто потому, что у вас был этот пинок, потому что у вас жопа вильнула, потому что вот у вас шерсть дыбом. Вот в чем прикол. Соответственно, мы хотим сделать Бентли такую же. Мы сделаем ее быстрее, сделав ее медленнее. Опа! В итоге, с одной стороны, вы знаете, что будет происходить в ближайшие 2 недели. В ближайшие 2 недели машина должна уже свапнуться и уже поехать. В этот раз не будет технических серий. Будет сразу навал в следующей же серии. А вот что из этого получится, придется для этого лепилить кузов, потому что, несмотря на то, что у нас V12, там V8, даже визуально 3-е УЗ больше, чем вот это. И это вообще космическая загадка. И у пацанов по-прежнему есть только 2 недели. Зубы. Это улыбка через... Вот какой это, знаешь, который... Пенсионер, забываю, как его. Гарольд, который улыбается через боль. Вот, собственно, да, да, да. Но теперь у свап-точки есть стимул жить. Помимо того, что там еще стоят другие машины под свап. В общем-то и все. В этот раз я пожелаю удачи вам. И больше, чем вам, вы уж, конечно, извините. Я пожелаю удачи именно свап-точке. Потому что пацанам она очень сильно пригодится. Спасибо, что смотрели это видео. И пока. Так, короче, идет точная примерка. Длина УЗЭТа. Длина УЗЭТа. Так. Теперь сравниваем длину В12. Пацаны! Дальше наступает 2 недели санатория. Дальше наступает.